Сороки могут отпустить Гимарайша. Клуб из АПЛ хочет выкупить Дибалу. Безумное возвращение Дебрюйне. Массимиляно Аллегри нужен Джордан Хендерсон. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Полузащитник Аль-Итифака Джордан Хендерсон может покинуть Саудовскую команду. Как сообщает Жан-Лука Димарцо, туринский Ювентус ведет переговоры по возможной аренде футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Футболисту не нравится высокая температура на улицах при высокой влажности, а также низкая посещаемость матчей. Также по информации Лигазета Делла Спорт, личную заинтересованность в игроке проявляет главный тренер Юви Массимилиано Аллегри. По информации источника, специалист хочет, чтобы Хендерсон стал частью его команды, поскольку, во-первых, считает, что он добавит ей игрового баланса. Во-вторых, Аллегри считает, что англичанин сможет быстро адаптироваться к футболу в серии А. В-третьих, тренер Ювентуса рассчитывает, что полузащитник станет примером профессиональной этики для более молодых футболистов. Портал Реал Мадрид Эксклюзива поделился информацией о том, почему мадридский Реал не будет выкупать контракт Кепа Арисабалаги у Челси по окончании срока аренды. Сообщается, что на это решение мадридского клуба повлияли два фактора – не очень уверенные выступления Кепы и его высокая зарплата. Отмечается, что Арисабалага получает в Челси 8 миллионов евро в год. И это не та сумма, которую Реал хочет платить второму вратарю. Поэтому, скорее всего, парой голкиперов на следующий сезон в команде Карла Анчелотти будут Тибо Куртуа и Андрей Лунин. Дибало может покинуть Италию. Заинтересованность проявил английский клуб, но ему нужно поторопиться. А именно, аргентинец заинтересовал Ньюкасл Юнайтед. По данным Каррера де Лассера, владельцы клуба из Англии готовы активировать пункт о выкупе игрока. Как сообщает Фабрицо Романо, если клуб не из Италии, захочет подписать форварда, то должен заплатить 12 миллионов евро. Однако сорокам нужно поторопиться. Этот пункт действует только до 15 января. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард уволил своих агентов, которые не смогли подыскать ему новый клуб. Лингард является свободным агентом с момента, как в конце июня истек его однолетний контракт с Ноттингем Форест, по которому он получал 200 миллионов фунтов в неделю. Лингард не смог найти себе новое пристанище прошлым летом, а затем не договорился с Саудовским Аль-Этифаком, пока Джесси не преуспел с возвращением в футбол и в январе. Как сообщает Скай Спортс, Лингард испытывает разочарование от затянувшихся поисков нового клуба, в результате чего Джесси разорвал свои отношения с представлявшими его интересы агентами. Футболист недоволен, что те запросы и предложения, которые ему поступили после ухода из Форест, не переросли в нечто конкретное. В данный момент англичанин тренируется по индивидуальной программе в Дубае. Нападающий до трофа фана перешел в Бёрли на правах аренды из Челси. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба. Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения этого сезона. Ранее сообщалось, что соглашение не будет включать пункт о возможности выкупа прав на футболиста. Первую часть сезона нападающий провел на правах аренды в Берлинском унионе. Напомню, что фа фана перешел в Челси в январе 2023 года из Мольда за 12 миллионов евро. Ньюкасл открыт для продажи Бруно Геморраеша будущим летом, сообщает Мундо Депортиво. Бразилец уже давно интересует Барселону. Деку считает игрока идеальным вариантом для усиления полузащиты, но его трансфер выглядел маловероятным из-за высокой стоимости футболиста. Однако ситуация изменилась. Ньюкасл испытывает проблемы с соблюдением правил финансового фэрплей и может прибегнуть к продаже лидеров команды, чтобы сбалансировать бюджет. Одним из таких игроков является Геморраеш, за которого можно выручить солидные деньги. У бразильца есть пункт о выкупе на сумму 100 миллионов евро, но Ньюкасл может согласиться на меньшую компенсацию. Бывший полузащитник итальянской Ромы Даниэля де Росси, выступавший за нее на протяжении 17 сезонов, может возглавить римский клуб в случае возможного увольнения Жозе Мауриньо. По их информации, руководство Ромы находит крайне привлекательным вариант с приглашением де Росси на пост главного тренера команды, поскольку считает, что он способен обеспечить прочную связь между клубом и болельщиками. Ранее в СМИ появлялась информация, что боссы Ромы недовольны результатами, которые демонстрирует команда под руководством Мауриньо в нынешнем сезоне. В свою очередь, де Росси заявлял, что возглавить волков – его мечта. Бывший футболист Милана Златан Ибрагимович, который сейчас является операционным партнером и старшим советником владельцев итальянского клуба, настаивает на том, чтобы после потенциальной отставки нынешнего главного тренера Россонери Стефана Пиоли команду возглавил именитый итальянский специалист Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Рональд Морган в Твиттере. И, кстати, Ибрагимович был одним из тех, кто поддержал Конте после того, как он публично раскритиковал руководство и игроков лондонского Тоттенхэма, которым он работал с ноября 2021 года по 26 марта 2023. Матч 21 тура английской премьер-лиги между Челси и Фулхэмом завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев. В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник Челси Колл Палмер открыл счет и вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. После результата данного матча Челси поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 31 очко в 21-м проведенном матче. Аристократы обошли Манчестер Юнайтед, у которого также 31 очко, но за 20 встреч. Фулхэм же располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за 21 игру. Спортивный директор Баварии Кристо Фройнд рассказал, почему не состоялся трансфер полузащитника лондонского Фулхэма Жуао Полиньи. «Мы наблюдали за ним минувшим летом, но сейчас нашим приоритетом является усиление линии обороны. Кроме того, Александр Павлович уже хорошо проявил себя на этой позиции. Вот почему мы считаем, что у нас уже есть хорошая альтернатива, которую мы нашли внутри клуба», — приводит слова Фройнда журналист Бен Джейкобс. Вчера прошел матч АПЛ между Нью-Каслом и Ман-Сити. В первом тайме на 26-й минуте Бернарду Силва открыл счет в матче, выведя Манчестер Сити вперед. Вскоре на 35-й Александр Исак сравнял. Почти сразу же на 37-й минуте Энтони Гордон вывел сорок вперед. Во втором тайме на 74-й Кевин Дебрюйне вновь сделал счет равным. В самой концовке на 91-й минуте Оскар Боб забил третий гол горожан с передачи Кевина Дебрюйне. После результата данного матча Сити поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 43 очка в 20 проведенных матчах. А Нью-Касл располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...